Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казуку Фэмили. И если вы видите данное явление, то значит мы начинаем проходить такую игру, как Салли Фэйс. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, готовьте чайчик-кофеёчек, а мы, в принципе, как говорится, приступим. Всем приятного просмотра, полный вперёд! Выбираем эпизод. Первый. Так. Всё было как в прошлый раз. Только теперь это началось в больнице. Эммм... Ага. А где телефон? Алло? Всё хорошо, Сал. Теперь всё будет хорошо. Можешь сам в этом убедиться. Сал, иди, найди меня. Странный голос, как у моего отца. Окей. Погнали. Включаем свет. Белая собакен. Так. По-моему... Нужно сначала проверить дверь. Заперто. Ну, естественно. Так. Толкаем ящик. Ключ. Так. На цифру 5 на ключе? Ну да, цифра 5. А. Это, наверное, сейчас нужно буквы сопоставлять, да? Походу. Ладно. А. П. Йо. И, по-моему, С. Ну да. В принципе, я был прав. Ладно, ладно, чё. Собакен. А где цифра 6 на дереве? А, в натуре. То хороший пёсик. То хороший мальчик. Я похоронил её заживо, пацан. Вот и мне её треть. Ага. Сам посмотри. Смотреть что? А-а-а. Диана Фишер. А, остаётся только вниз погрузиться, да? Ну, погнали, чё. Так. А какой код, вопрос? Код. Код, код, код. О-о-о. 53, 64. 53, 64. 53, 64, да? Опа-на. Батарейки включены. Всё. Пум-пум, пу-рум-пум. Пум-пум-пум. Отец. Отец. Пап. Ты не мой сын. Мой сын не убийца. Ммм. Окей. Это твоя вина. Кробики. Мам. Что с тобой? И тут я проснулся. Ммм. Действительно занятный сон. Думаю, нам стоит вернуться к нему позже, а сейчас не мог бы ты поведать мне о трупе. О каком конкретно? О втором из квартиры. Мы с отцом только заселились. Это место сразу вызвало у меня странные чувства. Эдисон Апартаментс. Эпизод первый. Странные соседи. Э, почему вы мне сказали? Про это достижение. Неизведанные. Блин, да так нечестно. Ё-моё. Так, я хочу перепройти. Вот, серьёзно. Ради достижения. Хотя, подожди, если продолжить, откуда начнём? Ну, естественно, мы профигачили этот момент. Ну, ладно, давай. Начнём заново. Так, ладно, это всё мы знаем. Я хочу сразу все достижения выбить, которые не смог выбить сразу. Так, чё там, по-моему, ключ 5, да? Погнали. Сразу переходим на пабуку. По-моему, 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 по-моему. По-моему, по-моему, по-моему. Так. Сейчас, секунду, ребят. Так. Так. 53... 64, по-моему. И вот тут, получается, нужно в морозильной камере сдвинуть какую-то... фигнюшку. И чё? Так. Движемся и нажимаем на клавишу, при этом активные не отображаются. Открывается одна из камер, с которой торчит нога трупа. Действие один из трёх. Мгм. Окей, активировали. Для того, чтобы достижения получить... Это хорошо. Так. Окей. Ну, это мы уже поняли. Сейчас откроется эпизод. Так. Ммм... Иди... Ага, смотреть здание. Хорошо. Здесь мы начнём новую жизнь. И, наконец, сможем позабыть о том, что произошло с нами в Нью-Джерси. Гуляйся по дому, подружись с кем-нибудь, пока я распаковываю вещи. Окей. В комнату с Салли. А, да. А, забирать приставку. Гизма, я смотрю, ты уже усвоился. Здорово тебе, наверное. Мяу. Так. О, я никак не мог найти... Наша приставка. Так. Следуем на кухню. Окей. Идём на кухню. Пакеты, что ли? О, пачка батареи. Круто. Это хорошо. Это понятно. Так, выходим из квартиры 402. И говорим... Говорим, да. Так. А, ладно. Не туда. И не сюды. Погнали, чё. Здрасте. Слежу, чтобы мелкие чудаки вроде тебя не увидели там то, что им видеть не подобает. А теперь брысь отсюда, я в няньки не нанимался. Вы кто? Твоя блядская фея крёстная. А сам-то как думаешь? Я офицер полиции, так что прояви ко мне хоть немного уважения. Что произошло в твоей квартире? Это уже дело полиции, парень. Почему бы тебе не вернуться в мамочке с папочкой? Если бы это было возможно. Чё, чё, умник? Ничего. Вот-вот. Тупой чудила. Бу-бу-бу. Да, хороший полицейский. Мёртвый полицейский. Так. А чё дальше-то? Куда? Квартира ссала. Никого нет дома. Ну, бывает чё. Так, а на какой этаж нам-то довалить? Направляемся на третий этаж. Окей. И говорим, наверное... Привет. О боже. Прости, ты меня немного напугал. А ты должен быть новенький из 402-й, да? Сегодня такая суматоха, что у меня не было ни одной свободной минутки, чтобы заглянуть к вам и поздороваться. Да мы тут вместе с папой. Меня зовут Сал. Приятно познакомиться, Сал. Я Лиза. Я здесь за главную слежу, чтобы всё было в порядке. Так что, если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся и спрашивай у меня. Ладно. Хорошо, спасибо. Да ни за что. Угу. Никого. А тут... Понятно. Флор. Тааааак. На второй этаж. Подожди, точно второй этаж? Здравствуйте, я только что сюда заселился. Хочу познакомиться с соседями. Ладно, входи. А, это Чарли. Привет, меня зовут Сал, мы с отцом переехали сюда сегодня. И что это ты там пялил на своё лицо, парень? А, я понял, вы ведь подростки... А, я понял, вы ведь подростки постоянно ищите способы самовыражаться. Я ведь и сам когда-то был молод, я всё понимаю. Главное, чтобы эта маска не означала принадлежность к преступной банде. Ты ведь не вступал в банду? Нет, что вы. Чудненько, но я Чарли, не трогай мои вещи и мы поладим. Я коллекционер и коллекция у меня большая. Эти вещи мне как семья, поэтому если ты хоть пальцем тронешь мою коллекцию, считай, что наехал на мою семью, уяснил? Да, сэр, не вопрос, я не доставлю вам хлопот. Вот и славно. О. Узри величия моего полного набора поняшек-блестяшек. Собрать полный мой набор поистине великое достижение. Смотри на них сколько влезет, но трогать не вздумай. А что за поняшки-блестяшки? Господи, пацан, ты что, не смотрел поняшек-блестяшек? Радужное представление, лучший мультикай не придумаешь. В нем полно драмы, экшена, романтики, юмора, да и все остальное, чего только душа пожелает. А поняшки, ох, поняшки, они божественны. Ммм, да. Кажется, я его пропустил, посмотрю при первой же возможности. Ууу, пожалуйста, поверь, ты мне не пожалеешь. Ну, да. Так. Окей, в 204-й живет Чарли. Угу. Ну, понятно. А? Окей. Так. Осматриваем коллекцию, заходим в... А, на первый этаж. Ну, первый, так, первый, чё. Погнали, чё. Так. Да чего тебе надо? Не рановато ли для Хэллоуина? А? Дурацкие бесполезные дети. Бу-бу-бу-бу-бу. Так... Молодые. Эдисон. Опа-на. Полисмен. Так. Ну, говорим с Эдисоном. О, боги, какое ужасное... Ой, извини, давай заново. Добрый день, молодой человек, новый житель апартаментов Эдисона из квартиры 402. Чем могу помочь? Можно мне войти? Боже мой, нет. Боюсь, что я слишком ценю свое личное пространство. Надеюсь, ты меня понял. Разумеется. Я знаю все и всех в этих стенах, сэр. Лучше бы тебе это запомнить. Будем знать. Прощай, мой друг. Окей. Чё, серьёзно, в подвал? А можно с полицейским поговорить? Что здесь случилось? Здравствуй, юноша. Ты поселился здесь сегодня, верно? Да, сэр. Я уже поговорил с твоим отцом. Судя по всему, во время вчерашних событий вы были за пределами штата. История убедительная, всё в порядке. Постарайся нам не мешать. Мы расследуем серьёзное преступление. Произошло убийство? Я не могу об этом говорить. Окей. Пока. Пока. Ну, зайдём тогда в подвал. А, в смысле? Стоп, мне одному кажется, что нам баба не дала ключ. Надо с ней поговорить ещё раз. Привет, Лиза. Привет, Сал, как дела? Вообще, я здесь не только работаю, но и живу. Если срочно нужно будет убраться, я тут как тут. Не знаю, что тебе наговорили остальные, но тут очень даже неплохо. Для меня это уже 10 лет место, как родной дом. Неплохое местечко, это точно. О, да, всякое. Тому знанию уже более сотни лет, представляешь? Люди постоянно на что-то жалуются. Но от меня ты жалоб не услышишь, и я предпочитаю действия. Вижу проблему, сразу устраняю её. Да, многие, правда, жалуются по всякой хуйне. На такие мелочи не стоит обращать внимание, Сал. Ни за что не стоит так делать, понимаешь? Ты права. Делай, как я. Замечай лишь хорошее. То, что делает тебя счастливым, и не трать свои силы на что-то другое. Так. Ты знаешь, что произошло в 403-й? Жаль, что у вас с отцом такое неприятное первое впечатление. Уж поверь, обычно тут всё обходится без таких жестокостей. Бедная миссис Сандерсон. Кто такая миссис Сандерсон? Неважно, не забивай себе голову столь ужасными вещами. Как тут можно отлечь себя от скуки? А, знаешь что, у меня есть сын твоего возраста. Думаю, вы здорово поладите. Он внизу в нашей квартире. Заглигни-ка к нам, познакомься. Хорошо, схожу, поздороваюсь. Отлично, его зовут Ларри, он в подвале. Скажи, что ты от меня. Однако, чтобы попасть туда на лифте, тебе будет нужна карточка. Вот, возьми, у меня есть запасные. Класс, спасибо. Во. Теперь, по-моему, мы взяли. До скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Твоя любовь тебе напишет. Так. Квартира 1Б. Окей. Так. Так. Стиральной машиной ты не воспользуешься. Окей. Куча вкусной и вредной еды, хотя я не особо голодный. Окей. Так. Комната Лари. Что это было, черт возьми? Нахрен его знает, чувак. Ванная. Так. Комната Лари. И комната Лизы. Ну, скорее всего, комната этой матери его. Да. Э, Лари, твоя мама сказала зайти познакомиться. Я только что заселился в 402-ю квартиру. А, заходи, дверь открыта. О. Вау, клевая маска. Это протез. О, блин, ты уж извини. Да ничего, мне говорили вещи и похуже. Рад, что тебе понравилось. Ммм, так у тебя типа под ней лица нет? Что произошло? Я не хочу об этом говорить. Лады, сменим тему. Меня зовут Ларри, я живу тут внизу со своей мамой. А я Сал. Друзья называют меня Салли Крамсали. На днях переехал сюда из Нью-Джерси. Салли Крамсали? Ну, видимо, настоящих друзей у меня не было. Так что, когда эти уроды начали меня так называть, я решил оставить это имя, лишив их возможности дразнить меня. А ты, чел, не простой, Сал. Странный малый. Нравишься ты мне, мы точно поладим. А, твоя мать сказала то же самое. Мама знает, как лучше. Ммм, почему ты живешь в подвале? Моя мать говорит, что для того, чтобы не завелись крысы. Но я уверен, что ей дали эту комнату бесплатно, потому что она тут убирается и все такое. Тут круто, мне нравится. Я могу слушать музыку на полную катушку, пока мамы нет. Круто. Ага, этот подвал словно моя собственная бэт-пещера. Мне нравится твоя футболка. Спасибо. Надпись на ней значит Салли Фа Кром Салли. Получается, у меня есть свой собственный бренд одежды. Ага, на самом деле это менш металл группы Смысловая Фальсификация. Любишь металл? Не знаю. Значит, сейчас мы это проверим. Зацени-ка эту песню. Это их первый сингл. Альбом выйдет через пару месяцев. Салли Фа Кром Салли. Альбом выйдет через пару месяцев. Так. Что произошло в 403? Потише, чел. Почему? Что такое? Убийца все еще в этом здании. Откуда ты знаешь? Я все видел. Ты что, под кайфом? Ох, если б чел, стримач полный. Я прочистил туалет для мистер Сандерсон и тут ворвался он, крича как сумасшедший. Я знаю, что ты сделала, Херман. Во всем мне рассказал. Ты тупая сука. Она хотела его успокоить, но и слова сказать не успела, как он перерезал ей глотку. Я был в шоке, словно парализовал. Лачел. Мог лишь смотреть на все это через дыру в двери ванной. В общем, все произошло мгновенно. Он почти сразу же замел все следы. Не знаю, каким чудом, но он меня не заметил. Я никому об этом не рассказывал, даже маме, но я тебе доверяю. Ты знаешь, кто это сделал? Ага, наверняка это Чарли. Стрёмный чел с 204-й. На нём были перчатки, так что не думаю, что он оставил отпечатки. Так, можешь, скажешь копам. Я пытался рассказать детективу, но он сказал, что у меня нет доказательств, будто моих слов мало. Так. Что такое с чуваком из 103-й? Мистер Эдисон, владелец этого места, он ни разу не покидал квартиру. Всегда общается через щель для почты. Хороший чел, но странный. Если ему скажешь чаю Эдисона, будьте добры, спасибо, он заварит свой знаменитый чай. Самому мне не нравится, но взрослый от него без ума. Мгм. Окей, про чай мы, значит, узнали. Дорога Вальдорадо? Это сканер с настройкой на полицейские частоты. Могу слушать, о чем треплются копы. Где ты, черт возьми, его достал? Другой раз расскажу. Но, эй, ты мне только что отличную идею подал. Если я сделаю ложный вызов, может получится их отлечь, чтобы ты успел проскользнуть в 403-ю? Может, найдешь там какие-то улики для детектива? Что-нибудь они упустили? Быстро ты меня на взлом уломал. Но я просто позвоню отсюда и... Да, я прикалываюсь, я полностью за. Я так и так хотел туда заглянуть. Чудесно. Так каков наш план? Я позвоню и скажу, что ограбили банк и взяли заложников, и копов как ветром сдует. Думаю, это даст нам несколько минут, пока они не сообразят, что их накололи. Когда я позвоню им, ты уже должен быть наверху, чтобы не терять времени. Можем пообщаться по рации, у меня есть. Так я смогу тебя маякнуть, когда пойму, что копы возвращаются. По мне, вполне надежный план, блять, как швейцарские часы. Только... Только может быть не ограбление банка, а разбойное нападение на заправку или аптеку. Так будет правдоподобней. Хм... Ага, думаю, ты прав. Клёвая идея, Салли. Вот держи, гони... Вот, держи. Гони в свою комнату и дай знать, когда будешь готов. Просто нажми, чтобы связаться со мной. А, ну да, ещё же шифт, точно. Так. Эм... Подожди-ка. Так, это мы его спросили. Так, едем. Едем, короче, да. Так, вправо, по-моему. На четвёртый этаж едем. Так, лады. Так, я у себя. Ладно, приступим. Я сейчас позвоню им. Погоди минуту. Окей. Готово. Я слышал какую-то толкотню. Похоже, наш план сработал. Теперь идем в 403-ю. В 403-ю. Мне нужно пробраться в 403-ю, пока не вернулся коп. А! Вот это 403-я получается, да? Так, идем в 403-ю квартиру. Чувак, это просто жесть. И не говори. Вот и поняшки, да? Хм. Тут сломанный журнал, но не столик с книгами. Как думаешь, это важно? Да нет, просто хлам. Ладно, тогда ищи дальше. По-любому должно быть что-то еще. Тут фигурки. Похоже, одной не хватает, потому что тут будут быть след. От неё в пятне крови. Хм. Ого, я понял, как нам его найти. Сматывайся оттуда и спускайся ко мне. И Сандерсон и Чарли коллекционировали эти странные игрушки. Они прям поехали на этой теме. А миссис Сандерсон достала какую-то супер редкую. Это она мне рассказала, когда я её туалет чистил. Я говорю, что Чарли хотел заполучить фигурку. Вообще, я не удивлюсь, если он замочил её именно по этой причине. У меня от этого чела мурашки по коже. Есть в нём что-то настораживающее. Смекаешь? Ого, жесть. Этого мужика по-любому должны задержать. Мы же не можем жить с соседом убийцы. Точняк. Поэтому ты должен проникнуть в квартиру Чарли и поискать ту игрушку. Стоп. А почему снова я? Ведь уже был 403. Чарли терпеть меня не может. Однажды он обвинил меня в краже его закусок. Ёбнутый жаробас. Ладно, ладно, сделаю. Иначе точно не усну. Супер, Салли. Ты мужик. Вот возьми пакетик. Ты сможешь положить в него фигурку, не трогая её пальцами. И почему у меня такое чувство, что ты уже потом проворачивал? Хаа. Я просто слишком много смотрю телек. Да. Он реально слишком много смотрит телек. О, включишь сейчас мысловую фалисификацию. Конечно. Конечно. Снова. Субтитры сделал DimaTorzok О, придётся тебе попробовать по-другому Есть предложение? Всё, что мне известно в начале, это то, что он любит есть и собирать вещи Ладно, я что-нибудь придумаю Так, что такое с чуваком из 103? А-а-а, мистер Эдисон Окей Так, картина Мне нравятся твои картины Спасибо, чил, это моя страсть Окей Так Нам нужно достижение получить на пятом этаже Проходим налево Чего? А-а-а, тут небольшое отверстие Правда, ничего уже не видно Будем считать, что я ничего не видел Угу 504 А это 504 и есть? Подожди 502 А, 504, по-моему, вот это Простите, я не знал, что здесь кто-то живёт Здравствуйте, сэр, вы в порядке? Тебе не стоило сюда приходить Простите, я хотел познакомиться с соседями и... Тёмное место Это здание Здесь творятся ужасные вещи Вы точно в порядке? Какого? Так Так Угу Лады Ну тут заперто Идём к Ларе, да? Ну, к Ларе, так к Ларе О, подожди Не туда пошёл Тут живут привидели? Что? Опять? Только не это Это тебе пых рассказал? Не, просто у меня какое-то странное чувство А что ещё за пых? Толстяк с третьего этажа Трудно не заметить Я фризраков не верю Ещё ни одного не видел Ну, наверное Так Пых с третьего этажа Окей Третий этаж Ну, третий Так Третий Идём Привет, Лиза Привет, Сау Ты творческая личность Как и мой Ларе Хорошо, что вы поладили Порой я переживаю за него Так Так, стоп Я буду присматривать за ним О чём ты? Он не рассказал тебе о... О чём мы с ним говорили? А Хм Он поведал страшную тайну О, дорогой Мой Ларе всегда говорит О глупом проклятии Не знаю, с чего он всё это взял Я никогда не воспитывал его таким суеверным Надеюсь, Салу Он не забил тебе голову этой чушью Мой Ларе хороший мальчик Просто у него бурное воображение Это всё из-за телевизора Из-за телевизора? Спрашиваем Ларе о проклятии Опа-на Давайте спросим Так Может и выбьем какие-нибудь достижения В принципе Так, по поводу твоего проклятия Что? Кто тебе об этом сказал? Твоя мама, типа, проговорилась Хотя я её спровоцировал Проклятие, она слишком много болтает Если это что-то серьёзное, то не говори Всё в порядке, я понимаю Да, Сал, прости, ты мне нравишься Но мы едва знакомы Я пока не готов об этом говорить Да всё нормально, извини, что спросил И всё? Да? Как же, блин Так Квартира 204 Так В квартиру 103 Потому что достижения по спи у нас есть М-м-м-м-м Так, а какая там? 103 а точно нам надо взять этот чай 103 добрый день молодой человек новый житель так чая десана будьте добры спасибо да минуточку держите сэр приятного чаепития зашибись чай мы взяли на третий этаж 3 серьезно о чувачок привет привет я стал только что переехал можешь называть меня сали крым сали пых приятно познакомиться с али крым сали взаимно пых так чё как ты получил свое прозвище какое прозвище забей в этом доме водятся призраки ты тоже что-то видел так да думаю видел и я так и знал что я не сумасшедший так ты видел того старика старика не по-моему это просто спятивший бродяга который иногда спит на пятом этаже но я видел много других вещей чел более безумных чем обычный старый бомж типа предметы которые двигаются сами по себе странные звуки и все такое я об этом все рассказываю но мне никто не верит но я тебе верю о спасибо сали крым сали а однажды я видел девочку девочку думал это дочь того бездомного но она просто взяла исчезла вот почему я закрыл ванную на ключ слишком страшно стоп у тебя есть ключ от 504 да я его на полу нашел давай вместе посмотрим ни за что я туда не пойду там призраки может тогда одолжишь мне ключ а я гляну несколько безопасно насколько там безопасно нельзя просто взять и дать ключ но могу его на что-нибудь обменять а мы ж не взяли ничего да а а увидимся так а в какой мы квартире живем по моему 402 ну да так ну да отец вздрыхнет по крайней мере он пытается не пьет старается продолжать жить верить меня о четвертак мою так отлично так так а четвертак на третий этаж четвертак на ключ серьезно а ну-ка стоп прикол сейчас будет а не сейчас код будет потом я думал сейчас прикол был бы с котиком но не сейчас так по моему третий этаж нужен да да хочешь обменяться если даже не ключ я дам тебе четвертак о чувак ништяк на бери о зашипись 504 квартира так квартиру 504 504 погнали чё здесь кто-нибудь есть все хорошо я тебя не трону я друг а да меня зовут салли кромсали у тебя забавное имя ты меня не боишься салли кромсали конечно нет хорошо а почему у тебя на голове торчат два хвостика их носят только девочки глупый а кто сказал что такие прически могут носить только девочки мне может нравятся хвостики я никогда об этом не задумывалась а ты забавный почему ты плакала люди всегда убегают от меня когда я пытаюсь с ними заговорить мне здесь очень одиноко понимаю порой им не бывает одиноко тяжело быть одиночкой но я не совсем одна у меня есть чё девочка ты здесь так а где тут слабительное просроченное слабительное это точно займет того чудака так со слабительным чай и слабительное зашибись а с пыхом квартиру чарли погнали погнали чё о пых что ты здесь делаешь задаю себе такой же вопрос я думал тебя пугает эта комната да но тебя долго не было поэтому я решил убедиться что призраки до тебя не добрались спасибо друг со мной все в порядке славно славно я тут подумал может оставишь ключ себе я все равно не люблю сюда приходить тебе он нужнее ладно я возьму его но если он тебе понадобится бери в любое время по рукам эмм чё всё что ли так а в какой квартире был чарли а 204 ну окей не не сюда так сюда по моему чарли так милая квартирка это мой личный рай только я и мои вещи вы живете здесь один? один? да ты огляните у меня отличная компания а другой мне и не надо ну вообще да славно что время от рейнера ко мне заходят гости итак да понимаю ты лишился дара речи увидев мою шикарную коллекцию конечно ты главное не переживай можешь заходить ко мне и смотреть на нее в любое время эмм стоп а почему ммм я учил чай Эдисона да эту чашечку дал мне ооо обожаю чай Эдисона давай сюда ооо как кусор ослабляет ооо что то мне стало тяжеловато сидеть ха 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 ой кажется мне нужно бежать ха 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 бежать сейчас же нео не трогай ничего пока я просто ничего не трогай ванная ха 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 господи ну и вонь игрушка у меня 10 так всем обязательных каких-то условий для чего-то ладно так подожди нам нужно реально в подвал или нет так чего пока что недоступна ласт фунт те на 504 никто не будет не пока никто не будет 504 ладно идем тогда в квартиру лари ну ой не туда пошел так ну и где там лари я достал игрушку отлично мистер лавкач я знал что ты справишься спасибо чел я там даже на секундочку занервничал еще бы осталось только дать ее детективу и дело сделано ну да все типа мы типа активируем активировали этот да или нет теперь же лост фаунт будет смысле о о да это же игра для приставки название правда не развлечить этикетка стерлась серьезно так подожди а дать улику детективу это пока не надо да поднимаемся следом а поднимаемся на пятый этаж ну погнали чё на пятый так на пятый этаж а а ванную наверно да точно чё о со ларис хирали подожди смысле подожди не играть а поднимаемся и заходим с говорим с а как мы с меган поговорим то приставка то мигает подожди а как мы с меган поговорим до этого игрушку то мы в принципе взяли с меган с меган а как мы с ней то поговорим алло а мг. мг. х А чё нам нужно сделать? И чё? Хм, стоп. Ладно, это ворота какие-то. Не то. Не то. Какое надгробие ещё нужно смотреть? То, что тебе про ключ нужен, я понял. И чё? Да, нету тут. Я понял, что ворота. Но нету, тут ничего не дают. Ни за что. И чё? Чё? Чё за бред? Чё не пойму. Может, надо взять антенну попробовать, попросить у этого. Лари. Херали. Схерали, блять. Подожди. Чё-то всё это как-то запутано. По прохождению вроде бы всё понятно. А без прохождения хрен его знает. Сейчас попробуем у него попробовать антенну взять. Сейчас. Да, бля, опять я не туда пошёл. Так. Эм. Может, ему сказать про... Да в смысле ничего? Чё за бред? Ничего не пойму. Чё за фигня? Ммм. А как мы с Меган-то поговорим? Хм. А-а-а-а! Всё правильно! Открываем инвентарь! Подожди. Заходим в комнату-ванную. Ну? Говорим с Меган. Пятьсот четыре. А как мы с ней поговорим? Ну, допустим, и чё? Ой, подожди-ка. Тут же... Тут же никого нету. Ну, допустим. И где тут ключ должен быть? Тут же нифига, ничего нету. Чё за бред? Музыка-то прикольная, ну, блин. Почему? А, стоп. Не, нифига. Вот же дерьмо. Вот же дерьмо. И чё делать? А-а-а! Чё за пиздёж? Я б дальше вообще б не подумал, что надо в левый экран вообще идти. Оп. Подожди. Нашли ключ, офигеть. Никогда б не подумал, что так нужно сделать. Двор. И чё? Стоп, подожди А там отломать реально ветку можно или нет? Это дверь Скамья Это я понял Ага От какого дерева можно отломать? Или от скамьи? Нет Подожди А, рядом с воротами Подожди Нифига себе поворот Ключ добрали Добрали Ключ Четвертый кабинет Хм... Хм... А где там книжный шкафчик или... Подожди-ка Ключ Ключ Ее комната Добрали 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 Добр Добр А где ванная-то? Аааа... Ага... Окей... А это точно оно хоть? Она отвернула от меня свой взор, отчего сердце моё наполнилось ненавистью от прежней моей любви. Уже ничего не осталось, а положился мой этому конец. Жизнь стала слишком тягостным грузом для меня, пожалуйста, простите меня. Где ты нашёл эту игру? Я нашёл это внизу, довольно странная игра, на ней нет никаких обозначений. Она мне кое-что напоминает. В чём дело? Я не могу... Прости, пожалуйста, оставь меня. Чёрт. Ну окей. Так, а дальше? Ну окей. Так, ну мы ж, по-моему... Ну ещё раз, в принципе, можно поговорить. По-быстрому. Подожди, а в какой комнате был? В третьей? Ну да. Привет, Пых. Привет, Салли Крамсали. И всё? А, ну тогда всё, тогда проверяем Ларри. И на пятый этаж, что ли? Серьёзно? А, первый этаж. Какой пятый? Так. А, нет. Всё, значит. К выходу, получается. Ну, смотрим, чё. Там, наверное, уже... ...говорим с детективом. Здравствуйте, детектив. Привет, Сал. О. Кажется, я знаю, кто это сделал. Ты говорил с тем парнишкой Ларри? К сожалению, я не могу принимать слова подростка судимостью за чистую монету. Но я... Слушай, я ценю, что ты пытайся помочь мне. Если у вас нет доказательств, то не стоит плодить слухи. У меня есть улика. Посмотрим. Это из квартиры Чарли. Откуда она у тебя? Я просто ходил и здоровался с новыми соседями. Ну, понимаете, знакомился со всеми. И к Чарли тоже заглянул. Он показал мне свою коллекцию игрушек. Я заметил, что на одной из них кровь. Я подумал, что это наверняка поможет расследовать. Поэтому я положил её в свой пакет из-под ланча. Так-так. Юный детектив берётся за дело. Ха-ха. Неплохо, пацан. Прямо это к сведению. Но давай в следующий раз ты сперва сообщишь обо всём нам, а не подвергишь себя опасности. Хорошо, сэр. Договорились. Так. Смотрим. Отличная работа, Сал. Можешь спокойно спать. Я не навиновен, клянусь. Я думал, мы друзья. Ага. Чарли не виновен. Говорим с Чарли. Ага. Проходим дальше. И заглядываем в фургон. Окей. Поблизости никого не было, так что я заглянул в окно фургона. Ага. Подобное зрелище ужаснёт любого, кто уж говорит об отростке. Пятнадцать лет стать свидетелем двух чудовищных сцен, это наверняка оставило свой отпечаток. Да, возможно. А ещё спустя годы были найдены новые лики, то, что было доказано, что Чарли обвинён ложно. Невиновный человек столько лет просидел за решёткой, что ты чувствуешь, когда думаешь об этом? Я не верю, что это был не он. Ты уже говорил. А что насчёт Ларри? А что с ним? Как я и говорил, мы дружили, пока учились в школе. А после? Перестали общаться, потеряли связь после выпускного, даже не зная, где он сейчас. Кажется, тебя напрягает упоминание о нём. Я просто не понимаю, зачем спрашивать одно и то же из раза в раз. Мне казалось, что вы должны помочь мне. Я понимаю твои чувства, Сау, правда. Я хочу помочь тебе, но вижу, что что-то не даёт тебе двигаться дальше. Я не смогу помочь, если ты не будешь до конца откровенен со мной. Понимаешь, к чему я клоню? Да, возможно. К сожалению, на сегодня наше время истекло. Угу. Подождите. Я... Ларь... Ларри... Прости, здесь строго следят за графиком. Пожалуйста, перебереги мысли для следующей встречи. Следующая встреча будет последней перед твоим судом. Позволь помочь тебе. Я не думаю, что ты убийца, Сау. Похоже, только вы так думаете. Сал... Салли, где ты? Ага. Воспоминания, да? Поняшка Чарли. Стоп, а это уже... Второй эпизод будет, что ли? А это уже получается второе, да? Сколько мы там по времени? Ммм... Час? Ну, в принципе, если это действительно был уже эпизод... Первый мы прошли, получается. То, значит, наверное, на этом мы остановим... Остановимся. И, наверное, уже с этого момента, в принципе, начнём. Раз это первый эпизод вроде был такой короткий. Ну, а всем до новых встреч. С вами был Казыков Фэмили, ребятушки. Всем до новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok